Бегущие по волнам, отныне беженцы, дошедшие до Германии, не получат от правительства ни евро. По вступившему в силу закона им будут предоставляться лишь услуги, то есть кров, стол, медицина. Закон принимали в срочном порядке, настолько всерьез опасаются острого социального кризиса. Теперь срок первичного пребывания в лагерях беженцев будет продлен. Депортации тех, кому в убежище отказали, предупреждать не будут, чтобы не сбежали. А безопасными странами, в которые могут депортировать, признали Албанию и Косово. Моя коллега Яна Подзюбан отправилась посмотреть, как живется в одном из лагерей беженцев у самого Синего моря, на берегу Ла-Манша. Ведь для их постояльцев знаменитый канал – последний рубеж на пути к Вожделенной Британии. Журналистам стало известно о негласной воздушной операции. Полиция зафрактовала частный самолет, который пытается развести беженцам по дальним уголкам Франции. Но они упорно возвращаются, чтобы вновь штурмом пытаться прорваться в королевство. Джунгли-Кале – так называют часть тихого французского городка на берегу океана. Теперь здесь хижины из кусков ткани и картона, еда на костре, грязь, зловоние, инфекции, смерть, отчаяние, смешанное с животным инстинктом выжить. Гетто беженцев. Не снимайте. Хорошо, не снимаем, не снимаем. Франсуа – тот редкий европеец, который чувствует себя здесь сравнительно безопасно. Он знает, по каким законам живут в джунглях. Франсуа – волонтер. Кризис беженцев в Европе случился на его глазах. Из нескольких хижин поселение разрослось до палаточного городка. А теперь все они на пороге новых событий. Власти Франции решили навести здесь порядок. Видите вот эти красные столбы? Их поставило правительство. Сказали, между ними будем строить лагерь на полторы тысячи человек. И у вас беженцы есть несколько дней, чтобы очистить территорию. Несколько дней? Да я и не понимаю, как это возможно. Видите, там живут две семьи. Вот завтра приедут бульдозеры. Куда они пойдут? Это палатка, их кровь. Единственное, что у них есть. В отдалении безумно постучат молотки. Благотворительные организации наспех сколачивают новые бытовки для тех, чьи прежние хижины окажутся под бульдозерами. И обшивают их утеплителем. Хотя беженцам из жарких стран кажется, холоднее быть уже не может. Зима только приближается. Главное, эти домики можно быстро собрать. Я приехала сюда уже во второй раз и не ожидала такого увидеть. С каждым днем этих стихийных палаток становится все больше. Нужно успевать собирать дома к вечеру для тех, кто прибыл утром. Изабелла приехала из Испании. Среди французов все меньше в последнее время желающих помогать. Волонтер Сильван скрывает от друзей и знакомых, что свои выходные проводят в Кале. И соглашается дать интервью только если этот сюжет покажут в России, а не во Франции. Некоторые, знаете, крайне правых взглядов. У меня будут проблемы, если соседи узнают, что я помогаю беженцам. А ведь я учитель. Понимаете, я не могу допустить, чтобы случился скандал с моим именем. Чтобы быстрее обрести теплый дом, пусть временные будущие хозяева бытовок в летних шлепках на боссу ногу колотят гвозди вместе с волонтерами. Сдерживая кашель, об ушами приглашает нас к себе в гости. Несколько летних месяцев он провел здесь. Это мой, ну не дом, палатка. Кровать на жестяных банках, а для каркаса я спилил деревья в лесу и натянул куски ткани и целлофана. Дорога в Европу обходится в несколько тысяч евро. Все, кто живут в этом лагере, у себя на родине, состоятельные граждане, средний класс. На столбах можно найти объявление. Финансовый консультант, еще работа, образование высшее. Почти все говорят на английском. Многие знают несколько иностранных языков. Как этот молодой специалист из Эритреи, он инженер. Дорого стоил билет на лодку через море? Да не так уж, 700 евро. И еще 2-3 тысячи надо на дорогу по Европе. Я собираюсь остаться во Франции. Мои документы уже рассматривают. Врачи, учителя, психологи крутят педали велосипеда, чтобы зарядить телефон. И стоят в очередь за кашель. Видит Аллах, я это ем просто, чтобы не умереть от голода. Некоторые от бесплатной еды отказываются. Торопиться некуда. Готовить на костре что-то вроде досуга. Пахнет аппетитно. А что на ужин? Это рыба с рисом. Сейчас будем ужинать. За что-нибудь, кроме сухого пайка, здесь готовы платить. Абдул беженец из Пакистана. Держит магазин. Втридорого продает необходимое или просто вкусное. Продукты на витрине за решеткой, чтобы не растащили все нажитое. Собирается в Англию, но пока не особо торопится. И пусть жизнь здесь, на краю гуманитарной катастрофы. Это все лучше, чем дома. У нас в Афганистане война. Там же просто нельзя жить. Я первым из родственников решился пройти этот путь, но вся моя семья по-прежнему в опасности. Те, кто решились бежать вместе с семьями, живут отдельным районом. Его так и называют. Семейный. В жестяном ведре тлеет бревно. Единственный способ согреться. Серхат бежал из Ирака вместе с мужем и тремя детьми. Младшему полтора года. Вот так мы живем уже два месяца. Когда идет дождь, вода капает с потолка. Когда дует ветер, крышу сносят вообще. Мои дети живут в грязи, и у меня уже нет сил даже горевать. Здесь помощи просят у Бога. Каждый у своего. Намаз под открытым небом. Всем места в палаточной мечети не хватит. Христианская церковь тоже редко пустует. Молится перед бумажными иконами на скотче. Поселение беженцев здесь, в Кале, уже давно похоже на город в городе. Со своей вкусно рисованной от руки картой, на которой хорошо видно есть. Главные дороги есть. Растепенные есть переулочки между палатками. Самое интересное поселение поделено на районы. Судя по карте, слева от нас живут беженцы из Судана. Справа из Сирии, впереди Афганистан. Есть свои площади с магазинами, туалетами, импровизированной прачечной. Но центр притяжения для всех, кто находится здесь. Вот этот мост. Это обвитая колючей проволокой дорога на Лондон. Вот отсюда даже хорошо видно. У моста дежурят уже 4 полицейских. Все понимают. Это дежурство для галочки. Попытки прорваться начнутся с наступлением темноты. Вот так здесь все и живут. День в ожидании ночи. Те, кто уже пытались пройти под Ла-Маншем, легко вычислить покалеченные руки и ноги. Британия для них луч в конце тоннеля. Ради светлого будущего они готовы рискнуть жизнью. Вы эту травму получили в тоннеле? Да, полиция гналась за мной. Хотели вернуть сюда. Но я снова сбегу, как только рука заживет. Но вот скажите, вы бы хотели здесь жить, есть, спать? Не помыться, не выспаться, не поесть по-человечески? Вчера ночью полиция меня избила, я пытался прорваться через тоннель. Через денек в Англии будем, поверьте. А сколько вы здесь? Месяц, наверное. А вот и полицейские, вы их опасаетесь? Да, во Франции не хотим оставаться, здесь нет свободы. В защитной амуниции с головы до пят. Появление отряда спецназа, как в фантастических фильмах, оказалось бы далеком будущем. Теперь полицейских стало в два раза больше. Правительство прислало еще полтысячи жандармов и бойцов спецназа. Охранять не только периметр лагеря, патрулировать его внутри. Но только днем, ночью все силы стянуты к дороге на Англию. С наступления темноты, леса, посадки по обе стороны трассы становятся зоны риска. Вот по правую руку в палаточный лагерь, по левую город Кале. А это дорога, которая ведет в туннель. Впереди Ла-Манш. Беженцы небольшими группами, по два, по три, по четыре человека в кустах, выжидают удачного момента. А беженцев выжидают полицейские. Вот они там, можно рассмотреть сигнальные огни. Как только на трассе скапливаются машины, образуется пробка. Можно услышать команду «Дугар» на африканском наречии означает буквально «затор», «пробка». Это тот самый момент, когда беженцы вскарабкиваются на крыше автомобилей и направляются к мечте. Каждую ночь сотни атак тоннеля. До Великобритании по прямой 34 километра. Некоторые делают попытку за попыткой, пока не взойдет солнце. Но дойти до цели удается лишь единицам. Этой осенью погибло почти два десятка человек. Каждую неделю приходят сообщения. Движение по тоннелям остановлено из-за прорыва беженцев. В одном из самых бедных городов Франции, Кале, колоссальный уровень безработицы. Но инвесторы сюда отказываются приходить. Причину называют открыто. Не заботясь о толерантности. Беженцы, очистите сначала от них город. Граждане Кале, а вынужденных соседей говорят тоже крайне неохотно. Простите, у меня что-то горло болит. Не могу говорить. Скажите, а что нам с ними делать? Вот зима наступает, холода придут. У нас нет столько комнат, чтобы разместить их. Когда начнутся проблемы у них, начнутся и у нас. Им же просто некуда идти, только если в наши дома. Вот я написал, мой дом, вакцина от расизма. Вот он, новый гражданин Кале, Альфа. В лагере беженцев знаменитость. Художник из Мавритании из дома сделал инсталляцию. Излюбленное место журналистов. Пенопластовый хом, дом, распахнул несуществующие двери. На холстах тюремные робы, в огороде помидоры и курица. Что у вас никогда не спрашивают журналисты, а вам бы хотелось сказать? Я хочу, чтобы все помнили, здесь, в джунглях, живут люди, а не животные. Выставки мавританца открываются по обе стороны Ла-Манши. Но пока Альфа показывает миру свои произведения, сам лагерь стал объектом искусства. В Англии нашумевшая выставка «Анти Диснейленд» закрылась. Автор идеи, художник Бэнкси, конструкция объектов, решил переправить через пролив. В качестве стройматериалов для хижин. Беженцы собирали из металлических труб и времянки. И принимали щедрые подарки – футболки с говорящими надписями. Так ничего не подозревающие обитатели джунглей стали частью инсталляции. Можно ли найти лучший образ кризиса беженцев в Европе? Теперь здесь мрачная земля. Яна Удиван, Сергей Мухин, Сергей Чевелло, Первый канал, Халле, Франция.